Сегодня, друзья, топ-10 драконних масок. Всем привет, меня зовут Сагира Иван, это мой канал Мистер Кэт. Какая же у меня на первом месте, а? Друзья, я рекомендую свою группу в ВК, там чаще всего я сижу и можете даже продолжить вашу новость. Ссылка внизу. Ну что ж. Десятое место. На десятом месте у меня локация под названием Фареллхост. Очень сложная локация. И чтобы получить маску, ой-ой-ой, вам придется натерпеться. Так, я прохожу максимально прокачанным персонажем с данным оружием на изи сложности, чтобы побыстрее вам показать. Ого! Ребята. А ну поехали драться. Вау! Готов. Ну что ж. И на десятом месте, друзья, у меня маска Рагот. Влечение запастил на 70 единиц. Вот такая вот она. С зелененьким оттенком. Я даже ее сейчас возьму. И примерю. Одежда. Вот она. Для воина, конечно, самое то. Но почему-то она у меня только на десятом месте. Поехали дальше. Девятое место. Руины высоких врат. Ну что ж. Поехали. Главное быстренько. Крит. Отлично. Еще один. Еще один. Ха-ха-ха. О, черт. Готов. Готов, друзья. Вокон. Заклинание школы колдовства и иллюзии изменения расходуют на 20% меньше магии. Эта маска у меня на девятом месте. И... Ха-ха-ха. Это мой сынок. Она выглядит вот так вот. Полированная сталь. Давайте ее примерим. Забираем. Одежда. Вокон. В своих прохождениях я просто чуть чаще использовал. По сравнению с десятом местом. На восьмом месте у меня Валтум. Локация недалеко от Маркарта. Давайте. Выльем жидкость. Ого. По-моему это кровь. Присядем. И советую сразу встать. Сразу, сразу, сразу. Потому что... Мы должны быть готовы. Кстати, я еще взял знак Атаранаха. Он очень сильно помогает. Против драконьих жрецов. Готов. Готов. И здесь, друзья, маска под названием Хевнорак. Это иммунитет к болезням и ядам. Конечно же, если бы это был режим выживания, я бы поставил эту маску одну из первых. Но сейчас она у меня на восьмом месте. Металлическая. Только еще, видите, ржавчина такая прошла немножечко. Забираю. И отправляемся дальше. Седьмое место, друзья. Это Лабиринтиан. К сожалению, вы получите эту маску и дойдете до этого квеста в самом-самом финальном квесте коллегии магов в Интерхолде. Так. Сначала нужно расправиться с этими духами. Готов. Вау. Давай. Да, могу. Маракей. Магия восстанавливается на 100% быстрее. Она тоже такая вот металлическая, но только с каким-то синим сиянием. Еще некоторые ребята говорят, что есть такой вот баг, то ли скрытый эффект. Оказывается, что с этой маской, друзья, наши крики на 20% быстрее перезаряжаются. Таким образом, мы можем легально использовать 80%. Я не знаю, так ли это или нет. Проверьте, пожалуйста, напишите в комментариях. Забираем и едем дальше. Шестое место, друзья. Вальский Ге. По окончанию этой локации вы окажетесь на самой вершине горы. Получаем крик. И забираем наш трофей. Получай. Что-то он вообще обалдел. Даже не дрался. Вау. Ты куда? Друзья, шестое маска это Вольсунг. Цены выгоднее на 20%. Грузоподъемность увеличена на 20% и носитель может дышать под водой. Эта маска занимает в моем топе шестое место. И она такая вот латунная с красненьким оттенком. Прикольная. Прикольная. Но мы отправляемся дальше. Друзья, пятое место. Это локация Двуглавый Пик. И здесь. Здесь босс, которого я недавно проходил на стриме. Залучника. Было весело. На сложности легенда в режиме выживания. Маска под названием Кроссис. Навык взлома, стрельбы из лука и алхимии увеличены на 20%. Очень, очень крутой бонус для вора. Четвертое место. Локация под названием Рагенвальд. О да. Одно из самых эпичных мест. Появление драконьего жреца. Ну давай, малыш. Ого, прям так его там сковали. Но мы сейчас его освободим от всех мучений. Отдыхай, дорогой. Отдыхай. Маска под названием ОТАР. Увеличено сопротивление огню, холоду и электричеству, друзья. И между прочим, по 30%. По 30% это ой-ой-ой-ой-ой-ой какой бонус. Ой, как она мне нравится. Она вот такая вот с какими-то полосками. Медная. С грязью. Вау, ну, друзья, она смотрится эпично. Какая-то трещина. Еще звук слышите? Забираем, отправляемся дальше. Ребят, третье место. Поехали. Он Мирак сказал? Или мне послышалось? Слава богу, что драконы меня не атакуют. Это было уже в каком-то моем прохождении. Не посмотрели, насколько я прокачан. Что это было? И просто не рискнули атаковать. Я в своем прохождении проходил эту локацию на сложности легенда одними кулаками. Ой, это было эпик, друзья. Ну что ж, тут посох драконьего жреца. И вот, на Крин. 50 к магии. Заклинания разрушения и восстановления расходуют на 20% меньше магии. Господи, как я люблю эту маску. Но получить ее, друзья, вы так просто не получите. Вы должны практически пройти главный квест Скайрим. Только тогда. Да, перед самым входом Сангарта. Ну давайте откроем эти эпичные ворота. О, господи, как же мне нравится, как это все работает. О, да. Ну что, друзья, я полетел. Второе место моего топа, друзья, занимает сразу три маски. Сразу три маски. Я думаю, вы уже поняли, какие. Первое, это Азидал. Увеличивает сопротивление огню на 50% и урон от заклинаний огня на 25%. Хочу напомнить, что это уникальный модификатор огня. Даже больше. Слушай, понимаете, что с этой маской у меня работает стан на корстаге. Если просто так, он не работает. Я серьезно, друзья. Также этот уникальный модификатор идет на холод и на электричество. У меня еще есть маска Мирака, но я ее как-то в топ не включил. Объясню почему-то, потому что она увеличивает манну и я как-то особо с ней никогда не бегал. Серьезно. Так что я ее пропускаю и мы едем дальше. Эти маски вы можете получить на острове Солтсхейм. Отправляйтесь туда. И по-любому, по-любому вы там их найдете. Ну вот мы и добрались до первого места, друзья. Лабиринтиан. Деревянная маска. И отправляемся в прошлое. А представьте, есть какая-то локация в Скайриме, где вы тоже оденете эту маску и окажетесь в каком-то странном месте. Мне кажется, такое есть. Хотя, вряд ли. А вдруг? А вдруг, друзья. Ну что ж. И здесь вот такой вот трон всех этих масок. Господи, как я хочу найти мод, который добавляет это в наше поместье. Ребят, если кто-то знает, присылайте. Черт. Черт, черт. Да что такое? И вот он. Вот он, друзья. Забираем. Теперь забираем сразу все маски. Потому что здесь их оставлять нельзя. И почему эта маска у меня на первом месте? Сейчас я вам все растолкую. Смотрите. Тут просто написано, при низком уровне здоровья дает шанс исцелить носителя и нанести урон ближайшим врагам. Но это только шанс. Понимаете, все эффекты не написаны. Заходим в активные таланты. И вот. При низком уровне здоровья дает шанс исцелить носителя и нанести урон. Оно еще либо вызвать могущественного защитника. Драконьего жреца. Там шанс такой маленький, но это просто и пау. Друзья. И плюс. Если вы прокачаете вот этот вот перк восстановления. Смотрите. Бегство от смерти. Раз в сутки, если ваше здоровье становится ниже 10%. Автоматически восстанавливается 250 иниц здоровья. Вы понимаете, что это, друзья? Вы понимаете, что это? Вы просто-напросто два раза, два раза избегаете смерть. И давайте сейчас я вам просто покажу, как это все работает. Это трудно тебе будет заплатить лекарю, после того, как мы тебе череп проломим. Вот так вот, да? Не стоило сюда приходить. Ну, поехали. Давай. Бей сильнее. И ждем. Давайте посмотрим, как будут работать наши эффекты. Ага. Мало-мало здоровья. Восстановилась. Видели? Это сработал перк. Это, друзья, сработал перк восстановления. Дальше наш бьют, 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 бьют. Так, жизнью. И вот. И сработал второй перк. О, черт. Вау. Вот почему. Вот почему эта маска, друзья, на первом месте. Есть, друзья, маленький-маленький шанс. По-моему, 2%, что выскочит драконий жрец и будет нас защищать. Вау, друзья. Вау. Напишите, напишите, какую маску вы бы поставили на первое место. Мне очень интересно будет почитать. Все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Счастья вам. Пока.